В 1913-14 годах в центре Омска строится монументальное здание Товарищества Саламандра. Фирма специализировалась на страховании жизни и недвижимости от пожаров. Здание в стиле неоклассицизм спроектировал питерский архитектор Николай Веревкин. И это по праву его лучшее творение. Прежде всего потому, что он мастерски списал сооружения в необычный ландшафт. А здесь, на минуточку, трапециедный покатый участок земли. Здание состоит из двух корпусов. Главный фасадом выходит на Карла Либнихта. Второй корпус расположен на музейной. Между ними внутренний замкнутый двор, а сами корпуса соединены небольшим коридором. На фасаде с Либнихта до сих пор красуется Саламандра. Это мифическое животное обладает уникальной способностью тушить огонь. Ее изображение помечалось на все застрахованные здания Омска. Был у фирмы также и девиз «Гори, но не сгорай». К 1915 году в здании активно работали биржа, русский внешнеторговый банк, а также размещались квартиры служащих. С 18 по 19 годы здесь была гимназия, в которой, кстати, учился Леонид Мартынов. А после революции здание отдали здравоохранению. До сих пор здесь городская полиэтиленка номер один. В 2015 году ту часть, что на музейной, решили отдать под музей, филиал Эрмитажа. Во время реконструкции, а она была очень масштабной, в траншеи теплотрассы, проложенной еще в советское время, нашли захоронения, возраст которых оценивается почти в 3000 лет. Лучше всех сохранился древний воин. Его нашли в полном боевом снаряжении. Он сжимал в руках нож и кинжал, а рядышком лежал топор. После всех исследований оружие передали в тот самый Эрмитаж, который открылся в стенах Саламандры. Всего в новом музее 5 этажей вместе с Соколем. Здесь уютно расположился театр живописи. Уже 15 лет омские актеры Николай Михалевский и Татьяна Филоненко развивают необычную форму работы со зрителем. Они соединяют в одном спектакле живопись, художественное слово и музыку. Собственно, Эрмитаж расположился на четвертом этаже здания в двух залах. Выставка из Санкт-Петербурга будет меняться примерно раз в год. Сейчас за стеклом оружие. На третьем этаже два зала общей площадью 400 квадратных метров. Здесь появится долговременная экспозиция из фондов музея Врубеля, посвященная искусству 20 века. На втором этаже персональная выставка художника Геймрана Баймуханова. Мастер любил пейзаж, а чаще всего рисовал Омск. На остальные этажи Омского Эрмитажа можно подняться по лестнице и полюбоваться вековой плиткой, которая сохранилась в пролетах. Омск. 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 Основый метал. Продолжение следует...